Всем привет! Сегодня у нас будет история подписчицы. Давайте я сначала зачитаю, потом оставлю свой комментарий. Естественно, будет интересно, что вы думаете по этому поводу, по такой теме. Так, прошу прощения за долгое письмо. Слушаю ваш блог уже около года. Очень интересно, спасибо. Если есть возможность, хочу получить совет. Я с родителями давно каждый год отдыхаю в Турции в одном и том же отеле. Но отношений с ребятами-турками не было, только приятельские. Но в этом сентябре закрутились отношения с парнем старше меня на 7 лет. Моя семья знает его давно, так как он 8 лет работал в этом отеле, отношения всегда были хорошие. Но он был в отношениях. Девушка-немка жила в Германии, встречались 6 лет. Потом последние 2 года ушел из отеля из-за проблем со здоровьем, связанных со стрессом. Была операция, пересмотрел взгляды на жизнь, ушел на более спокойную работу. Очень ценит душевное спокойствие. За деньгами не гонится, машина вообще ее не хочет и дорогая одежда не ценность. Мы еще вместе не жили с ним, собираюсь к нему в феврале на неделю. Пока непонятно, поедем куда-то или будем в городе. Говорит, поездку оплатить, отели и так далее. С меня билеты, я сказала, что мне дорого. Изначально хотели в январе на праздники всегда дороже. Предложил половину билетов оплатить. Прослушав ваше видео на эту тему, не знаю, как это воспринимать. Для России норм, а для Турции можно расценить, что тратиться не хочет. Я живу в Москве, но работаю на нелюбимой работе и хотела бы попробовать сменить страну. Парень реально нравится, скучаю по нему, но я понимаю, что денег у него не очень много. Он сразу сказал, семью пока не хочет, но я тоже не хочу, хотя уже 31 год. Переехать хочу не только из-за отношений, климат одолел наш. Хочу понять, на что способна, крепко привязана к семье всю жизнь. От этого я и некая инфантильность присутствует, так как когда под крылом, я всегда работала, но внутри было ощущение, что на улице не останусь и не было стимула расти особо. В плане отношений не хочу весь этот анонизм, прошу прощения, по переписке годами. Хочу реальности, для этого нужно попробовать вместе пожить. Вернуться обратно всегда смогу. Сказала ему, что максимум год дает ему всему. Если не видим перспектив жизни совместной, то незачем терять время. Интересно попробовать новое. Не знаю, с чего начать, если хочу переехать и быть самостоятельной, жить с ним, но и строить карьеру. Я не какой-то узкий специалист, но я всегда работала в клиентском сервисе. Знаю английский. Понятно, что первое время он меня поддержит, но уровень жизни терять не хочу. Работать нужно только по визе, с депутациями, тут быстро и жестко. Но куда податься, непонятно. Работать в свой отель, где отдыхаю и знаю всех, не хочу. 12 лет отдыха и сейчас работать, идти будет странно. Выходов на другие контакты в плане работы не имею. Хочется попробовать, так как всю жизнь было много внутренних страхов, блоков, боялась решиться на кардинальные перемены, выход из зоны комфортно. Можно ли так, чтобы уехать и не быть, как так сказать, придатком, без плохого смысла, к мужчине? Город небольшой, это Сиде. Ну тут как сказать, мне кажется, проблема определенная у девушки вообще с самоопределением. Это явно не влюбленность естественно есть, парень и все прочее, это одно дело. Но нужно здесь как бы отдельно яйца по корзинам раскидать. Это желание определенное оторваться, сменить страну, испытать себя, избавиться в какой-то степени от своей инфантильности, привязанности к семье. В частности, доказать им что-то, ну естественно, самой себе, но в основном это желание кому-то что-то доказать, окружающим, что я на что-то способна, что я самостоятельна. А парень и отношения, ну это просто так подвернулось, это просто так сложилось, это как бы толчок. Но изначально запрос у девушки совсем другой, да, и желания у нее другие. Проблема не в любви. И запрос в письме, да, вопрос, как переехать, но не быть придатком мужчине, быть независимой. Тут просто надо разделить ваше отношение, любовь и просто желание независимости, отказ от инфантильности, переезд в другую страну. Может вам не Турция нужна, а какая-то страна, где, например, нет зимы, более там вечное лето, где может быть с иммиграционными вопросами легче, или с вопросами работы. Я тут такой любви, чтобы сносила крышу на все, ты готов? Не вижу. Парень вам ничего не обещает, у парня ничего нет. И вот это от Москвы, машина мне и не нужна, одежда дорогая, не самоцель. Мы живем в материальном мире, к сожалению, да, кому-то там, ну не нужна там машина, какая-то дорогая одежда, но на что-то кушать, где-то жить, покупать, например, недвижимость, квартиры, а не снимать их, это все-таки нужно. И мне кажется, здесь отношение такое, что машина мне и не нужна, или мне не нужна красивая там одежда какая-то. Это все-таки оговорка какая-то, пытается парень откреститься и каким-то образом оправдать свою лень, возможно, нежелание работать. Если он у вас старше на 8 лет, а вам 31, ему 40 лет, и он до сих пор не хочет иметь, ну машина, окей, не показатель, нормальную жизнь, хорошо питаться, отдыхать где-то. Он всю жизнь работал в отеле, потом уволился, какие-то проблемы со здоровьем и все прочее. То есть я к тому, что ему под 40 лет, и у него ничего нет, никогда не появится. И оплатить он вам даже поездку вашу на небольшую в феврале он не может финансово. Чего вы от него вообще ждете? Я считаю, что за этот год вы его потеряете, переехав к нему, потому что дать он вам ничего не сможет. Если вы решили уже переезжать, контактов у вас нет, у вас есть мужчина же, так пусть он найдет эти контакты, пусть вас спрашивает по своим знакомым, может вам реальная нормальная легальная работа, и раз вы хотите незаметливости, хотите работать. И не работать с ним не получится, потому что ну чего жить будете, у него денег нет. Вам в любом случае не придется быть придатком с таким мужчиной. Там предаваться, скажем так, быть придатком не к чему. Не сможет вас содержать, он даже ему поездку эту оплатить не может. Не говорю, что он такой плохой, даже нищеброд, даже не может. Нет, ни в коем случае, я не так рассуждаю. Просто он такой мужчина, да? Вот вы просто должны понять, а насколько вам нужен мужчина, который ни к чему не стремится, ничего ему не надо, ему почти 40 лет, у него ни черта нет, и он вам оговаривает, что он ничего не обещает вам. Просто симпатия какая-то, ну и что? А вы не думали, что у него какое-то хобби? У него была немка какая-то девушка, 6 лет. Он ей тоже, походу, ничего не обещал, свадьба. 6 лет – это не маленький срок. Дети успевают, люди успевают родить детей, жениться, развестись за этот срок, и то и более короткий. А он просто какие-то на расстоянии, он боится отношений, он боится ответственности. Это инфантильный, скорее всего, сам человек. Он не хочет нести ответственности ни за что. И прострижающий 6 лет с иностранкой на расстоянии, там многому говорит, он был не готов ей что-либо дать. Он не готов был ее перевести. Не в плане финансовом, а в плане ответственности за человека. Он и с вами сейчас пытается это провернуть. У вас это будет затянуто надолго. Вам это надо в плане перспективы отношений. Вам 31 год. Вам как раз самое время сейчас искать такие отношения, которые бы завенчались свадьбой, успехом, закончились как-то, если вам это, естественно, нужно, чтобы они закончились логически, каким-то семейным счастьем, нормальной такой базой, фундаментом вашей жизни. Вы должны свою семью сейчас создавать или хотя бы начинать искать человека для этого, надежного. Он вообще не надежный. Он вообще не только ничего не обещает. Он и не будет вам обещать. Он, скорее всего, по жизни один будет. Либо он найдет себе такую женщину, которая будет его обеспечивать, защищать, которая станет ему мамкой. Вот вы должны разграничить ваше желание сепарироваться от вашей семьи, от ваших родителей, быть независимой и неинфантильной. Либо ваша любовь. Вот вариант с любовью мы уже разобрали. Там ничего, мне кажется, ловить. Это не перспективно. Вы потеряете этот год переехал. Вы найдете работу. Но вам мужик этот вообще, короче, не нужен. Не надо на него ориентироваться в плане переезда. Если вы все-таки хотите в Турцию, вам нравится эта страна, менталитет людей, не забудьте, что религия другая, не христианская, это особенности. Вам нравится не туристическая жизнь в отеле, то, что вы видели, а посмотрите, вот когда же в феврале, если к нему поедете, как здесь люди живут, общаются между собой, какие-то нормы поведения, приличия. Если вас все это устраивает, вы действительно хотите выбрать Турцию, вы выбираете тогда, переезжая в Турцию, это либо курортная зона, где потеплее, либо выбираете крупный город типа Стамбула, даже не Анкара, а Стамбул, где есть, легко найти будет работу. В Стамбуле будет легче с этим делом. Но тут и трат больше, жизнь дороже, но вариантов в плане работы быть независимой здесь тоже у вас будет больше. И если вы выбираете какую-то солнечную зону, туристическую, там Мармаре, Санталия, Кимера и все прочие дела, там Сиде тот же, еще что-то, то там вы уже как-то с работой будет похуже, но найти тоже можно будет. Но вам для этого этот парень будет не нужен, не надо на него ориентироваться. Вы тогда просто перед приездом вообще едете самостоятельно без него. Потому что я как вижу, от него помощи нет и не будет, и не планируется. Он вам сейчас для переезда вашего нужен, вот чисто, чтобы где-то жить. Ну, приятно проводить время, окей, но выгоды, если так можно назвать, какое-то улучшение ваших каких-то условий или еще чего-то, он вообще ничего не даст. Зачем он вам нужен? А поверьте, если он такой инфантильный, не принимающий решения, ни черта у него всю жизнь не было и никогда не будет, то он еще потом скажет, ой, дорогая, все-таки квартиру снимать будем вместе, давай складываться, ты же работаешь. И вы начнете потихоньку, постепенно, потом сами покупать продукт, он станет вашим сожителем, скорее всего, чисто, как, знаете, другом по квартире, чтобы легче было снимать. Но это разве любовь? Скорее всего, к этому может скатиться ваше общение, потому что перспектив никаких, ничего не обещает, ничего у нее нет и вообще ему ничего не надо. А он вам вообще зачем тогда нужен? Чтобы вам что? Кажется, проблема личная у девушки, если ты хочешь переехать и не быть чем-то придатком, быть независимой, и от чего ты и бежишь, да, избавляешься от своей зависимости от семьи, хочешь себя испытать, то мужчина тебе для этого не нужен. И такой мужчина беспреспективный точно. Это опять же твой страх перемен каких-то, ты ищешь повод, чтобы испытать себя, что типа вот влюбленность, вот я все-таки типа к мужику поеду, но при этом я хочу быть от него зависящей. Вообще какой-то сумбур в голове, да, получается? Не со стыковочки. Так что я считаю, что ты можешь, если хочешь, переехать в любую другую страну и без мужчины. И этот мужчина явно не вариант, это просто трата времени будет тебе, вот все. Я считаю, что не нужно с ним терять время, чтобы тебе кто-то что-то запрещал, туда ходи, не ходи, тебя контролирует, тебе это вообще зачем нужно, если ты хочешь быть независимой и самостоятельной изначальный запрос. А вступая в отношения, независимость и самостоятельность в новой стране, она как бы сама собой уходит на второй план. Ты в любом случае при адаптации первое время независимой и не самостоятельной. То есть шила на мыло меняется, будет так же, как у родителей твоих, они тебя... Ты будешь знать, что если что-то плохое с тобой произойдет, что ты там не останешься на улице. То есть это не решение твоей психологической задачи, проблемы твоей, быть независимой. Так что вот. Надо разобраться со своими целями и конкретно решить, готова ли ты к этому. Вот. Жду ваших комментариев по этому поводу. Всем спасибо, всем пока.